Неблагоприятной судьбы. Самый первый признак неблагоприятной судьбы — нежелание получать знания. Всё. Это называется демонизм. Самое неблагоприятное, что может быть в жизни. Потому что всё остальное меняется с помощью знаний. Но если человек просто, в принципе, говорит, да пошли вы все подальше со своим знанием, как относиться к этому человеку? Хорошо. Хорошо. Ваше сердце тёплое растопит его. Понимаете, демонизм не означает демон. Понимаете? Демон — это высшая форма жизни. На высшей форме жизни есть два направления. Демоны и божественная натура, или ангелы. Они, понимаете, там они уже сформировались, у них уже всё сформировано, но они очень развитые живые существа. Просто демоны более самоуверенные, но у них тоже много божественных качеств возвышенных есть, которые нам и не снились. Но я говорю сейчас не про демонов, а про демонические натуры. Демоническая натура — это человек, который просто не знает, как правильно. У него нет образования внутреннего. И надо просто по-доброму к нему относиться. Доброта является самой главной силой принятия человека таким, как он есть. Самая главная сила — изменение в судьбе. Изменение. Вот, допустим, вы сейчас зададите мне какой-то вопрос, и я такой, ха-ха-ха, вы этого не знаете как, а? Это означает, что я злой человек просто, и всё. Нет доброты. Это значит, человек этот никогда у меня не выучится. Он должен встать, немедленно уйти, потому что он зря тратит своё время здесь. Всё. Нужно любить всё, что в человеке есть. Ваш близкий человек не хочет менять себя, он говорит, да мне всё это ерунда. Примите его. Дайте ему шанс. Любите его. Бог вам дал его для того, чтобы вы его изменили. Именно доброе отношение. Ты так вот, ты так можешь, ничего страшного. Со временем сможешь больше. Ваша любовь только в этом будет выражаться. Только в этом. Это самое главное. Потому что первый, главный признак неудачи человека в жизни – это нежелание менять себя, изучать, как правильно жить. Первый признак неудачи. И самый главный. Потому что такие люди никогда не изменятся, не разовьются. Понимаете? Вот в чём проблема. Если они не встанут на этот путь. Способность слушать. Слушать. Кого слушать? Всех, кто идёт путём развития духовного. Ваша вера, ваше направление, всё, что вы знаете, именно там. Ничего не надо. Способность слушать, а потом оп, меня слушать. Моё направление, моя вера. Нет, мои хорошие, здесь такого не будет. То, что у вас есть, это и есть ваше. Человек не должен ничего менять. Много жизней вы шли своим путём. Зачем что-то меня… Оставайтесь там, где вы есть. Мы говорим об общих вещах сейчас. Мы говорим о том, как надо правильно. Но мы не говорим, где. Потому что где – это ваш выбор. Это и есть моя любовь, которую я хочу вам предложить. Оставайтесь там, где вы есть. Не нужно никуда ничего менять. В этом любовь может быть. Потому что я могу сказать, что лучше всего только там, где я есть. Это уже не любовь. Это называется фанатизм. Итак, двигаемся вперёд. Итак, существует два вида событий. То есть всё, что пришло к нам из прошлого, имеет два вида событий. Первый вид событий – это мы делали хорошие вещи, получили хорошую судьбу, делали плохие вещи, получили плохую судьбу. Всё. Как определить, какая у меня судьба? Определите по своему рождению. Я родился в бедной семье. И так далее. Было много трудностей. Я не буду всё рассказывать, это нехорошо. Но так или иначе, идея заключается в том, что вот у меня лично судьба, ну как бы прошлая жизнь, видно, не была очень благочестивой, раз такая ситуация. Понимаете, раз такая ситуация, значит, вот так. Надо честно себе признаться, потому что я знаю много своих знакомых, у которых уже с рождения благочестивые родители. Даже у моей дочери ситуация совсем другая в жизни. Потому что она родилась в семье, в которой люди вели себя правильно. Благочестивой семье. Но я не в такой родился. Значит, у моей дочери более благочестивая судьба. Она более благочестивый человек с рождения, чем я. Вот это и есть правда, которую надо знать про себя. Теперь, если у меня такая ситуация, что мне ждать от жизни? Родители ругались, значит, моя судьба получить такую ситуацию. Родители болеют, значит, моя ситуация получить такую ситуацию. Если родители болеют онкологией, значит, что у меня есть предрасположенность к онкологии. Родители болеют там еще чем-то, у меня есть к этому предрасположенность. Это не значит, что они виноваты в том, что я этим буду болеть. Они просто создали мне ситуацию. Они помогли. Я пришел туда, где уже есть эта возможность мне помучиться так, как положено. Хорошо или плохо, это нормально. Нормально. Так мы живем просто и все. Только не надо делать неправильные выводы. Хочу вас обрадовать. Есть еще третья вещь, о которой больше надо знать. Больше надо знать. И третья вещь такая классная. То есть есть две вещи. Первая — благочестивая судьба. Вторая — неблагочестивая судьба. И третья — это события или судьба, которая выше судьбы. Есть вещи, которые выше судьбы стоят. И надо об этом знать, потому что часто предсказатели не акцентируют на этом свои предсказания. Это означает, что они ничего не предсказывают человеку ровным счетом. Потому что правда жизни такова, что есть вещи, которые стоят выше судьбы. Другими словами, судьбу можно сжечь. Ее можно победить, можно уничтожить. И об этом надо знать. Если вы не верите, я вам прочитаю просто из Священных Писаний. Тот, кто соединяет свой разум с Господом, то есть изучает, как правильно жить, уже в этой жизни способен избавиться от последствий хороших и дурных поступков. означает от своего гороскопа или от своей судьбы. Поэтому проведи свою жизнь в изучении, как правильно жить. И это будет являться венцом всей деятельности, которую ты в этой жизни совершаешь. Слушайте дальше. Это речь Бога. Сам Господь дает наставление. Соединяя свои поступки со служением Богу или с изучением, как правильно жить, великие мудрецы или те люди, которые верующие люди, по-другому сказать, верующие люди, исправляют все последствия своей деятельности в этом мире, все последствия своей судьбы исправляются и вырываются из круговорота судьбы. Они могут попасть вообще туда, где нет судьбы, в духовный мир. И таким образом они избавляются от всех страданий. Как же определить, что вот я достиг такого развития? И дальше следующее есть об этом тоже. В Священном Писании говорят, когда человек избавляется от всех желаний выгоды, начинает действовать с любовью для других, избавляется от всех желаний выгоды, которые являются порождением его собственной судьбы. Почему у него возникают эти желания выгоды? Потому что он с прошлой жизни уже как бы к этому был склонен. И очистив такой образом свое сознание, черпает свое удовлетворение в своих душевных качествах. О таком человеке говорят, что он пребывает в чистом сознании, которое находится выше событий этого мира. То есть такой человек выше судьбы. Ему в гороскопе говорят так-то, так-то, извините. Я не эгоист. Я веду себя уже бескорыстно. Я служу всем другим. Это значит, что гороскоп не может работать так, как он должен работать у всех остальных. Об этом говорится в Священном Писании. И дальше там много таких стихов. Там говорится вплоть до того, что человек, который находится на этой ступени развития, он вообще не реагирует ни на что. Там описывается, что он не реагирует ни на счастье, ни на страдания, ни на бедствия. Он всегда остается спокойным и не возмутимый, не потому что он тупым становится, а потому что внутри у него столько счастья, что хватает на все. Представляете, человек такой силой может обладать, что с ним происходит событие, его с работы выгнали. Он говорит, спасибо вам большое, я пошел. Не то, что ему плохо не стало от этого. Конечно, его выгнали с работы, у него денег нет, ему надо как-то дальше жить. Он говорит, спасибо, я пошел, все правильно, вы все правильно сделали. Не теряет равновесие, не означает, что он тупой. Или жена говорит, я тебе изменила. Он говорит, это нехорошо. Мне придется пожить чуть-чуть раздельно от тебя, я тебя все равно буду любить, саботиться от тебя. Но ты неправильно поступила, это нехорошо. Я понимаю, что это, потому что я сам так, наверное, в прошлом жизни поступил, что так у тебя такое произошло в жизни. Ну, я думаю, что у нас все будет хорошо. Ты, мне кажется, раскаешься в будущем. Представьте, человек не среагировал, ему больно не стало, он там волосы на себе не рвет, там, ааа, меня предали. Вот. Почему человек реагирует? Потому что попадает в круговорот судьбы. Именно поэтому и говорят, что действует судьба только через наши желания. Если я хочу личного счастья очень сильно, а моя жена мне это личное счастье не дала, тогда что происходит? Начинаются страдания, потому что у меня были какие-то желания по отношению к ней. Но если я хочу только служить ей, я не хочу ничего взамен, то что она может мне сделать плохого? Если она изменила, я могу только больше ей служить. Так? Видите, это уже мышление трансценденталисты. Вы никто не сказали так. Потому что это мышление не подчиняется логике человека. Когда человек обладает святыми качествами, то мы не можем его понять. Его логику понять невозможно. Она выше обычной логики стоит. Понимаете, человек просто счастлив дарить себя в этом мире и всё. Он живёт по-другому, другими законами. На него судьба уже не действует. Судьба действует только тогда, когда мы должны развиваться. То есть это просто нужно для нашего развития. Вот и всё, весь вывод. Такой вывод священных писаний, что судьба нужна для нашего развития. Больше нет необходимости никакой. Если ты уже развился, все эти события для тебя, они не имеют слишком большого значения. Но если ты не развит, то они будут тебя мучить больше всего в жизни. Если события тебя так сильно мучают, что ты не можешь ничего с собой сделать, это значит, что тебе не хватает развития просто и всё. Потому что настоящие мудрецы ни о чём не скорбят. Это первый признак того, что они обладают истинным знанием. Не то, что они тупые, бесчувственные. Там близкий человек ушёл из жизни, и он... Да нормально всё. Нет. Он любит этого человека. Он думает о нём. Он живёт его жизнью. Но это не называется скорбью. Это другой вид отношений. Понимаете? Это называется верностью, чистотой, глубиной. Опустела без тебя земля. Понимаете? Это не скорбь. Скорбь означает... А-а-а! Ты оставил меня! Я не могу без тебя жить! Понимаете? Почему у меня так происходит всё в жизни? То есть бунт. Человек не бунтует. Он просто... Веды говорят, что страдания, соединённые с истинным эгом, с чистотой — это счастье. Когда человек любит другого человека, и он разлучён с ним, это вид счастья. Это не страдание. Когда чистое отношение между ними, он чисто с светлой памятью вспоминает об этом человеке. Он думает, мы с ним такую жизнь, светлую прожили. Спасибо тебе, судьба, что у меня был такой человек рядом. Это счастье. Это не страдание. Страдание означает, что я не согласен. Понимаете, да? Об этом надо понять. Надо разобраться в этом вопросе. Итак, интересно знать, что благоприятные... Что события, которые выше судьбы, имеют два типа событий. Есть благоприятные события, которые означают, что человек служит гармонии этого мира, служит истине, служит природе. То есть, есть три типа служения истине. Первый тип служения природе. То есть, заботиться о деревьях, о птицах, о реке, о сонах, ну, обо всём, что вокруг. Заботиться о творении Бога. Второй тип служения Богу, это служение людям, заботиться о людях. И третий, самый высокий тип служения Богу, это служение Богу. То есть, ходить в храм, изучать священное писание, молитвы там и так далее. Это самое высшее проявление уже. Заботиться о Боге уже, о самом. Это уже самое высшее. Итак, благоприятные события, которые выше судьбы. Услышали меня, да? Разобрались? Они смягчают судьбу. Что происходит с судьбой в этом случае? Удача. Точно так же, как вот смотрите, темнота же есть, да, в мире. И мы не можем сказать, что ее нет. Так? Но когда солнце восходит, от темноты остаются только тени. Тени. Есть такой фильм «Тени исчезают в полдень». Тени исчезают в полдень. Так вот, знайте, что тени, это тоже те же самые события, которые должны произойти в моей жизни. Но только от них одни тени остались. Вот если человек духовной практикой занимается, он должен заболеть раком. Ну, он заболевает раком. Все нормально. Но это просто тень. Почему? Потому что, первое, ему легко победить эту болезнь. Раз. Второе, он диагностирует на ранних стадиях. Потому что человек, который осветлен светом знания, один из признаков этого осветления, это осведомленность о том, что происходит внутри. Понимаете, когда человек в невежестве живет, он не знает, что в теле происходит. Он, знаете, вот косяк, вот такое понятие, косяк или синяк. Он не знает, что там внутри происходит. Ему все равно. Но если человек светом осветлен, он поозарен, он чувствует, что-то не то внутри. Пошел, обследовался рак. Вырезали, нет рака. Все, до свидания, рак. Судьба закончилась плохая. Почему? Потому что от нее осталась только тень. Последствия не будут такими разрушительными, как должны быть. Хотя факт остается фактом. Или муж ушел, допустим, к другой. Но если человек занимается духовной практикой, первое, он не воспримет это так сильно трагично, потому что у него уже есть духовная жизнь, у него счастья уже хватает. Второе, если это непреодолимая карма, то какой результат будет? Муж ушел к другой. Какой результат будет? Бог даст еще лучше. Потому что он что делает, этот человек? Он пытается вернуть, он молится, он заботится там и все прочее. Девушка заботится, молится, ждет. Она выполняет свой долг в этой ситуации. И что, какой результат? Она все обязанности сдала, все сделала как надо, получила еще лучше себе человек. Вот и все. Все, что происходит с человеком, который идет правильным путем в жизни, всегда благоприятно, запомните это, всегда. Вот кто из вас пришел сюда на лекцию только потому, что вы страдали? Поднимите руку. Все остальные из счастья пришли, что ли? Не понял? Я сам пришел сюда, потому что я страдал. Неужели кто-то... Поднимите руку, кто пришел сюда, вообще вот в жизни, к знанию пришел, только потому, что он стремился к знанию. Я кланяю всем вам. Я из страданий пришел. Из страданий я сам. Есть четыре типа перехода к человеку, к истине. Самые обычные, простые типы страданий. Более высокий уровень занимают более благочестивые люди, которые приходят к тому, чтобы жить правильно, победить над судьбой. Это люди любознательные. Они хотят вот знать, как правильно. Им интересно все. Они всем интересуются. А если ты страдал, или ты не попустил, понимал, что ты можешь не больше, поэтому... Значит, через страдания. Вот не страдает человек совсем, но ему интересно. Не страдает. Страдания надо исключить. Некоторые говорят, а я... Я любознательный. Нет, но если ты страдал, и поэтому начал лекцию служить, значит, через страдания. Вот смотри, любознательный означает, что уже страданий нет. Все. У человека нет страданий, и все классно в жизни. Но ему интересно, как лучше. Более высокое развитие. Я бы не спорю, что вы говорили, если мой муж сказал, что я ухожу, и при этом как-то не было просто. Ну, у меня не было ни страданий, ни чилка. Ну, в общем, мне было как-то, ну, страшно, наверное, не было печали, просто уходило лето. Да, это высокий уровень развития. Но вы его любите? Я вот как раз хотела, то есть я вот так понимаю, вы не уходите, но при этом я молюсь сейчас за него, потому что я... Супер, супер, отлично. Все, вы мне все доказали. Спасибо вам. Замечательно. Вы все правильно делаете. Все правильно делаете. Делайте дальше так. А? Я не хочу, чтобы он возвращался. Тогда я с вами... Все, все, я тогда беру свои слова назад. «Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся. Я без тебя устал». Значит, сердце каменное, конечно, надо топить его. Бог дал человеку, надо его любить. Нормально. Это нормально. Итак, смотрите. В следующий уровень развития личности человек приходит к истине, потому что он хочет жить лучше, чем он живет. Не из любопытства, не из страданий. Он очень смекалистый. Он понял, что Бог может дать возможности больше, лучше жить. Такой смышленый. Он раз туда. Он все разобрался, смекнул и изучать, как правильно жить. Это более развитие. И самый высокий вид развития человека, это когда человек не интересуется ни страданием, ни счастьем, ничем, он интересуется только выше истинной. Серафим Саровский, например. Сам варь детства уже. Сергей Радонежский. Пил молоко грудное уже по дням недели по постам. Не пил в дни поста молоко. Не сосал грудь. И так далее. Да, Матроны и так далее. Это уже вот такие люди. Уже самый высший уровень развития личности. Это уже с самого детства люди вот такие. И нам уже на них с самого детства надо их молиться. Поэтому их жития святых из детства описываются. Что они все с детства такие. Ну, а что касается нас, многих, ну, касается, по крайней мере, меня, то здесь подходит другая песня уже. Я был когда-то странной, игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Перечи бурашка, каждая дворняшка. Итак, события, которые выше судьбы. Хочу вас немножко огорчить. Первый вид событий. Это благоприятный. Означает. Хочу все знать. Хочу знать. Хочу знать, как правильно жить. Это означает божественная натура. Это очень благоприятно. Это значит, что ты точно будешь удачлив в этой жизни. Без всякого сомнения. Если вы пришли на эту лекцию, вы будете удачливы в этой жизни. Без всякого сомнения. Потому что вы хотите знать. Это стопроцентный факт. Это очень благоприятно. Это значит, что вы уже в какой-то степени выше судьбы стоите. Но я хочу также вас немножко огорчить Потому что есть ещё одна тема Она очень сложная для понимания Некоторые думают, что я обсуждаю эту тему с целью личной выгоды Но выгоды никакой у меня нет в обсуждении этой темы Потому что что касается меня Наоборот, выгода моя заключается в том, чтобы это была моя выгода настоящая Так вот, знайте Есть ещё один вид событий, который наоборот делает человека неудачником Внимательно послушайте меня Если ваш близкий человек запрещает вам развиваться как Личность То его судьба станет хуже Не так будет, как обычно течь, а хуже Если человек оскорбляет тех, кто пытается заботиться о других в том плане, что даёт им знания, помогает им развиваться Указывая этому человеку на его прошлые ошибки На его плохую судьбу, на его неправильности и всё прочее Такой человек будет деградировать Он будет получать от Бога больше проблем, чем положено Почему? Потому что благоприятная судьба означает приближение к Богу и означает установление личных отношений с Ним Они выше судьбы А когда человек оскорбляет тех, кто идёт к Богу Тогда он против Бога идёт И тогда он вызывает Это тоже личное отношение Но уже в другую сторону Понимаете? Тогда Бог лично позаботится о таком человеке, чтобы ему помочь пострадать И эти страдания будут вне судьбы, выше судьбы Понимаете? Есть две вещи выше судьбы Одно – удача, а второе – проклятие Так вот, знайте, мои хорошие, что часто вы слово «проклятие» понимаете неправильно Как некоторые мне говорят А у меня вот есть одна знакомая И она... И всё, и мне капец, теперь я вот такой несчастный Вот это полная тупость, а вот в этом понимании это вопрос Первое, что вы должны понять Что на всё должна быть санкция Вот, понимаете, человек сам не обладатель тонких энергий Мы не обладатели тонких энергий Допустим, один человек берёт, кладёт руку другому человеку на голову И у него проходит головная боль Что это значит в буквальном смысле слова? Это значит, что этот человек заслужил контактировать с такой энергией Он не обладатель Мы не можем обладателем быть ничего Больше того, мы не являемся обладателями даже этого тела Потому что иногда происходят такие вещи, что мы с тела не контролируем Я разок проснулся, у меня нога дёргается Я понял, что я его не контролирую Я хочу не дёргать, но она дёргается Ну что, ничего себе В чём дело? У меня было сильное возмущение Я её отлежал, а она начала дёргаться А некоторые вообще парализуют И они могут ничего своими ногами сделать Понимаете? Веды объясняют, что та же самая личность Которая даёт знание о том, что будет в будущем Та же самая личность, она снабжает тело теми энергиями Которые дают нам возможность жить счастливо в этом мире И эта же самая личность является самым близким другом нашим Она является также нашей совестью И она ведёт нас по жизни И эта личность присутствует в теле каждого человека Её зовут Бог А знание об этом является самым высшим знанием Которое только существует в этом мире И именно эта личность даёт человеку возможность лечить людей других Или даёт возможность их наказывать Знаете, что если человек способен Своим словом наказать другого человека Это всё сбывается Этот человек приближён к Богу без всякого сомнения И знаете, вот это то, что в сказках Вот эти вот, как бы, бабки-ёшки на метлах Или ведьмы Слово ведьма переводится Та, которая знает веды А бабка-ёшка — это йога Она связана с йогой как-то Ну хорошо, хорошо Как бы не всё так Не всё именно так Бывает, что люди, обладая духовным знанием Сходят с этого пути И начинают заниматься вредительством Знаете, что такие люди Которые шепчут что-то И там наговоры привороты Отвороты за вороты Всё это означает Что вам это было положено С прошлой жизни Но если человек, допустим Не имеет на это Если человеку не положено Ну хоть что ты говори Хоть наговаривай хоть что Ну не сможешь ты с ним ничего сделать Потому что мы не являемся Обладателями этих энергий Вот если ты, допустим И всё, раз, все поумирали вокруг Да невозможно, понимаете Потому что нет санкций Мы не можем ни оживить человека, ни убить Я тебя родила Это факт, что он родился в твоём теле Но у нас нет возможности Выращивать плод Больше того, мы даже не знали Что он появился Женщина узнаёт это не сразу Об этом И она его не выращивает Она просто следит за тем Как он растёт Там внутри А выращивает его кто-то другой Об этом тоже надо знать И именно он даёт возможность зачатия Потому что зачатие происходит Когда эта самая личность Которую Веду называет Сверхдуша Она заходит в яйцеклетку За ней только душа может зайти Она сама туда не может зайти А если сверхдуша считает Что вы недостойны иметь ребёнка Это уже другой вопрос, понимаете Она не заходит Потому что Бог этого не хочет А как это будет выражаться внешне Там воспаление в придатках Или там сперматозоиды Не двигаются почему-то Это уже другой вопрос А? Нормально Нормально Если Бог дал ребёнка через ЭКО Значит он дал вам ребёнка Вот и всё Потому что вы же уже поняли Что ребёнка зачать невозможно Не с помощью ЭКО Не с помощью чего-то другого Как некоторые учёные говорят Мы научились выращивать пшеницу Зимой Это факт Что вы научились делать так Что пшеница росла зимой Но вы её не выращиваете Ни один учёный не сможет вырастить пшеницу Потому что она растёт без него Сама Если заберла беременность Значит Так Произошло Так действует судьба Значит Есть какие-то трудности в судьбе Давайте не будем Если Если очень много Давайте в целом действовать Смотрите Есть судьба Всё что вы говорите Это судьба Но я говорю сейчас Об очень важных вещах Мы встали на путь победы над судьбой На этом пути есть только одна проблема Только одна Мои хорошие Больше нет никаких проблем Если вы на этой пути сделаете ошибки Ничего страшного Вы их справите Если вы на этом пути будете Как бы делать что-то не то Не туда пойдёте Вернётесь Пойдёте куда надо Всё Это не проблема Есть только одна проблема Это оскорблять тех Кто идёт этим путём Особенно тех Кто продвинулся больше Чем вы На этом пути Есть ещё одно оскорбление Которое действует точно так же Это оскорблять тех Кто идёт не вашим путём Вот это самое сложное Потому что к этому есть тенденции И эти тенденции связаны с любовью Например Если вы придёте В какой-то храм Допустим И у вас там появится наставник Что значит любовь Это значит Что он захочет Чтобы вы были Больше привязаны к Богу И понимали этого Бога Так Как он понимает Он вам передаст это понимание И если допустим Вы скажете Я сходила туда Где понимают Бога по-другому Ему будет больно это слышать Потому что это любовь Понимаете? И поэтому тенденция Сказать Что там всё плохо и мерзко Очень сильна Очень сильна Эта тенденция Но если он это скажет То его В его жизни Удачи в отношении Бога С Богом Станет меньше За исключением Тех случаев Когда это правда Но правда Означает Что там нет Бога Где правда Где ложь Если человек идёт куда-то Где нет священных писаний Где нет святости Где нет духовного знания Где люди Объявляют себя Богом И так далее Тогда он идёт Не туда куда надо Есть признаки Понимаете? Но если допустим Вы изучаете Какое-то духовное знание А кто это Кто-то препятствует этому И говорит Нельзя туда идти Это всё неправильно Плохо Изучайте только наше Духовное знание То это значит Что он совершает Оскорбление на Бога Есть три стадии Этого оскорбления Бога Оскорбления Бога Уже понимаете Идут Первая стадия Означает Поносить Тех Кто идёт Другим путём Богу страшно Не нравится Потому что Он каждому даёт Свой путь Вторая стадия Препятствовать Духовной жизни Тех Кто идёт Не тем путём Вторая стадия Очень серьёзная уже Человек на этой стадии Становится Сектантом То есть Он становится Очень жёсткий стиль Выбирает Вообще В жизни Он просто Ну как бы Начинает Людей Делить на хороших И плохих То есть У него уже Очень жёсткий стиль Сознание организуется И этот жёсткий стиль Ничего общего С духовной практикой Не имеет Есть ещё Третья стадия Которая Является Самой страшной Наказанием Нашей планеты Вообще Когда люди Из-за того Что ты не его веры Просто только из-за этого Убивают тебя Жестоко Понимаете Да Чего я говорю Сейчас Воина От чего возникает Из-за этого Кто-то вдруг Решил Что он это может делать Понимаете Из-за этого Весь мир на ушах Это всё означает Оскорбление Бога Таким образом Если мы оскорбляем Людей Которые идут Духовным путём Не нашим Как же относиться К ним Понятно Что мы не можем Сразу всеми Духовными путями Пойти Понятно Что когда человек Углубляется В свою веру Ему она становится Ближе Чем остальные Нужно уважать Людей Которые идут Ну вот пример Такой Допустим Я полюбил Какую-то девушку Я взял Её замуж Она мне очень нравится Она идеальный Хороший человек Всё классно И допустим Мой друг говорит А я Вот другую полюбил И я Ты чё Полюбить можешь Только одну Это мою жену Просто тебе не повезло Что я не полюбил Она моя жена Тебе просто не повезло Но других не бывает Просто Это признак слепости Просто И всё Нет понимания Замысла Глубокого Нет понимания В этом большая проблема Но На первой стадии Веры Человек всегда попадает В эту западню Запомните Всегда Когда человек Находит свою веру В жизни Он всегда Критикует в сердце Другие веры Тайно Или явно У него всё равно Это червоточина Внутри сидит Потому что Такова стадия Человек ещё не избавился От двойственности Ему надо делить людей На хороших и плохих Поэтому всегда Будут крайние На второй стадии развития Человек Перешагивает Через это сознание Он начинает Чувствовать Замысел Он понимает Что надо идти Моим путём Там мой свет Там моя чистота Но при этом Он уважает Другие пути Он говорит Пожалуйста Причём Даже если в этих путях Есть какие-то неточности В каждом пути Есть какие-то Свои заморочки И всё равно Ничего Человеку так надо идти Он должен этим путём Нормально На третьей стадии Человек видит Настолько глубоко Замысел Бога Что он всегда радуется И людям И Богу И даже Грешнику радуется Он видит его путь жизненный Понимает Зачем Он сдаёт Сейчас этот экзамен И это очень высокий уровень Развития Просто даже Не представляйте Не пытайтесь Представить Таких людей Одна секунда Общения с таким человеком Изменяет всю судьбу Это уровень Высочайших святых На этой земле Высочайших святых Итак Двигаемся дальше Мы с вами Беседуем о судьбе И мы с вами Разобрали Различные виды сознания И теперь Я вам расскажу В соответствии С этими видами Различные виды веры Которые приводят К различным судьбам Первый вид веры Судьба жестокая Называется Безнравственный атеизм Жизнь безнравственности И без Бога Это животное существование Человек атеист Он не верит в Бога И живёт как Как хочет Означает Крайняя степень Реагирования На события судьбы Приведу пример Есть несколько вариантов Людей Допустим Человек может идти По судьбе Дорогой судьбы Может ползти Может носом Как бы об неё Вот понимаете То есть Он может бежать Может лететь над судьбой Как святые люди Они летят над судьбой Может идти по дороге судьбы Вверх Трудности испытывать Но идти Он может бежать То есть Он с помощью знаний Быстро преодолевает Много жизней За одну жизнь Может пробежать А есть люди А есть люди Которые На четвереньках Карабкаются Это люди Которые сильно Привязаны К тому Что происходит В жизни А есть Которые Просто лежат Трупом И носом Как бы Просто по этой Судьбе И всё В кровь Раздирают Вот это называется Безнравственный Атеизм Самые Несчастные Люди На этой земле Которые Ни во что Не верят Не хотят Жить правильно Пожалейте Их Не как бы Не злитесь На них Не злобствуйте На этих людей Они наказаны Больше всего Они действительно Будут страдать И страдают Уже Потому что Любви настоящей Нет Совести нет Ничего в жизни Нет хорошего Но они из себя Что-то корчат Потому что В этом Трудность Потому что Они Ослеплены Мравственный Атеизм Следующая стадия У меня всё нормально Мои хорошие Всё нормально Деньги есть Работа нормальная Всё хорошо Бога я не верю Я верю только В материальный прогресс Я хороший бизнесмен Хороший учёный Всё нормально Следующей жизни Нет Всё это там Выдумки Каких-то там Эмоциональных людей Всё Основано на науке Какой науки Материальной Другой науки Никакой нет Если не доказано Что есть Другие галактики Значит их нет Если не доказано Что есть следующая жизнь Значит её нет Главное Чтобы были деньги И устойчивость жизни Это Нравственный Атеизм То есть люди У них есть Нравственность Означает Какая нравственность Означает Что есть Определённые Правила в жизни Понимаете У них есть правила У таких людей Но совести нет Они даже не понимают Что это такое Говорят Какая совесть Работай Живи нормально Всё Будет хорошо У тебя Теперь Нравственный Теизм Третий уровень Развития Личности Человек Уже верит Бога Он пытается Жить как надо Как правильно У него появляется Победа над судьбой Счастье в жизни Начинает появляться Всё Классно В основном Соблюдает Всё из страха Внутренний Он хочет быть Богобоязненным Следующий уровень Развития Этот Два последних Уровня Означает Победа над судьбой Первый уровень Победы над судьбой Человек видит Счастье Но не видит Бога Он видит Его сияние Такой человек Говорит Думайте Только О вечном И думайте Больше Ни о чем Смерти Нет Жены Нет Детей Нет Рождения Нет Старости Нет Ничего Нет Кроме Вечного И счастья Думайте О счастье Будьте Счастливы И поэтому Надо просто Жить В тень В монастыре Быть счастливым Наблюдать За этой жизнью Пускай все Живут как Хотят А вы думаете Только о вечном И всё Это хорошо Такие люди Означают Что они уже Приблизились К Богу Очень сильно Но при этом Немножко Они Отошли От принципов От того Что Бог Хочет То есть Они отошли От морали Они стали Немножко Бесчувственными Такие люди В этих лучах Божественного Счастья Понимаете Почему так Люди Потому что Так действует И чистота Она Не дает им Возможность Понять страдания Других Но это Уровень развития И пятый Самый последний Уровень Это когда Человек Чувствует Бога Совесть Возвращается К нему Он становится Сосрадательным Он любит Людей У него Нет своей Кармы Он может Помогать Другим Заботиться О других Он живет На земле Как миссия Ради миссии И это Уже Очень высокий Уровень Святости Поэтому Если В глазах Человека Возникли Заметили Чуть-чуть Безразличие Он счастлив С тем Что уже есть Он развился Это признак Вот этого Имперсонализма То есть Он выше Стал уже Обыденной Нравственности Обычной Морали Карма Не так сильно Действует На этого человека Но он Также И глотнул Чуть-чуть Духовного Эгоизма Уже Более Высокого Степени Эгоизма Ну ладно Вам скучно? Нет? Нормально? Теперь Двигаемся дальше Мы с вами Теперь Начинаем Изучать Ради чего Вы сюда Пришли Как многие Из вас Что такое Предвидение Восприятие Своей Судьбы Итак Мы с вами Говорим О знаках Судьбы Первый знак События С детства Проанализируйте Свою жизнь Какие события Были Такая Будет Жизнь Все повторяется Три раза Человека в жизни Все повторяется Один раз В детстве Он Получает Все просто Насильно То есть Жизнь Насилует Его В детстве Получает Родителей Каких Положено Жизнь Какую Положено Он ничего Не может С этим Сделать Он получает Это Первый раз В жизни Просто Потому что Ему Предупреждают Что будет Вот так Это Показывается В детстве Второй раз Он это Получает Когда Становится Взрослым Получает То же самое Только Уже На себе И третий раз Он как Это Получает С детьми Со своими Интересно Знать Что если Человек Победил Свою судьбу Третьего Раза Не будет Скажите А если Это Ребенок Вот У меня Дочке У нас Семья Была В 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 Слышали Да Нет Давайте Микрофон Сейчас По теме Вопрос По теме Ну вы Сейчас Говорите Очень скромно Это все Хорошо Очень Скромно Скромно Давайте Скромно Что Дочке Сейчас Ей Будет Семья Да Когда Она родилась У нас Такое Невежество В семье До Этого Да До Этого Невежество Единственная Была Особенность Что В период Беременности Ваши Лекции Слушали Ну вот Это Единственное Что На нее Повлияло Это Самое Главное Потому Что Так вы поймите Что В утробном Периоде У человека Развивается Вера Почему Считается Что Беременная Женщина Должна Жить Как Монахиня Потому Что И монахи И беременные Женщины Должны Одним И тем Же Заниматься Монахи Воспитывают Людей Дают Ему Духовное Знание Это Их Обязанность И та же Самая Обязанность Беременной Женщины Потому Что В внутриутробном Бериоде У ребенка Развивается Вера Если Мать Молится Когда И больше Ничем Не занимается Она Святого Человека Может Родить Поэтому И мужчины Должны Думать Своей Черепашкой Вот Как Занимать Беременную Жену Если Она Как бы Занимается Духовной Практикой Только Тогда Мужчина Правильное Вложение Делает Своего Ребенка А если Он заставляет Ее Что-то Еще Делать Значит Может У нее Черепашка Еще Не до Конца Стала Кирибум Ну ладно А потом Когда она Родилась Мне некогда Было Слушать Ребенок Растет Семья В невежестве Мы ругаемся Муж Пьет И потом Когда ей 5 лет И вспомнилась Она Держит Мама Возьми Листочек Открыть Кукольник Скоро Напиши У нас Очень Хорошая Мама У нас Любит Мама И Бабу Мама Любит Всех Баба Любит Всех Алина Любит То есть Она Перечисляет Такие вещи У нас Все Красиво Одеваются У нас Самая Счастливая Семья Что Даже Все Ей Завидны Я Сижу Я Держу Это Все И У меня Внутри Думаю Как Она Может Писать У нас Такая Семья Увежестве Нет У вас Вот Как раз Такая Семья Как Она Написала Нет У вас Она Всегда Такой Была Вы Об Этем Не Знали Просто Она Знала Вот И Вся Разница Нет Не Надо Верить В Ребенка Выше Чем Бога Это Может Стать Причиной Ее Гордости А сейчас Вы уже Зло Потребляете Да Ладно Все нормально У нас Близкие Отношения Итак Запомнили Да То есть События Три раза Прокручиваются В жизни Человека Это Всегда Это Это Как Стандарт Первый Раз Я Невольно Получаю Контакт С ним Потом В результате Своей жизни Потом На своих Детях Смотрю Справился Я с этим Или не Справился Дети Покажут Вот Дальше Мы говорили Об этом Теперь Характер С рождения Тоже Это Не значит Что его Нельзя Поменять Вот Допустим Если Я родился Гневливым Это Не значит Что Я Не смогу Стать Смиренным Понимаете Это Просто Объем Работы И все Вот Допустим Если У меня Кухня Грязная Я Я взял Квартиру С грязной Кухней Что это Значит Она Всегда Там Будет Грязная Что ли В этой Квартире Нет Это Объем Работы Кухню Отдравил Отчистил Стало 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 Чисто Все Так Устроено Наше Сознание Все Меняется В этой Жизни Потому Что Мы Хотим Менять Но Работа С характером Это Годы Это Не то Что Раз Потому Что Характер Олег Геннадьевич Я не хочу Быть Обидчивой Да Поймите Что Это Не важно Чего Вы Хотите Важно То Что Вам Дали Потому Что Обидчивость Это И есть Наказание Понимаете То есть Не надо Говорить Я не хочу Быть Обидчивой Обидчивость Это То Что Положено Вы Обидчивы Потому Что Так Положено Вы Наказаны Этой Чертой Характера Но Если Вы Будете Учиться Прощать Людям То Сделать Другие Вещи Противоположные Вы Прощаете Я Этому Захотела Просить И Простила Этому Что Произойдет Дальше Вы Отработаете Эту Черту Характера И Перестанете Быть Обидчивой Просто Почему Потому Что Наказание Будет Снято Вот Так Действует Судьба Если Я Говорю Я Не Хочу Быть Обидчивой Что Мне Сделать Чтоб Не Быть Обидчивой Это То же Самое Что Что Мне Сделать Чтоб Выйти Из Угла Я Не Хочу Стоять В А если Я Думаю О том Что Я Обидчивая То Это Бунт Это Неправильный Путь Это Означает Поражение На пути Судьбы Таким Образом Надо Диагностировать Свой Характер Как Объем Работы Как То Что Надо Пройти Теперь Больше Того Больше Того Если Говорить О Сокровенных Вещах О Качествах Души Знайте Что Та Душа Которая Имеет Гневливость По Своей Природе Это Означает Только Одно На уровне Души Что Этот Человек Бесконечно Смиренный В Душе Понимаете И поэтому Бог ему и дал Гневливость Чтобы Себя Понять Лучше Потому Что Когда Человек Борется Со Своей Гневливостью Каким Он Становится Гораздо Более Смиренным Чем Те Которые Негневливые Ведь Так Но Если Человек Негневливый Чего ему Бороться С этим А если Человек Борется Значит У него Становится Больше Понимаете Поэтому С точки Зрения Души Все Наоборот Тот Человек Который Был Такой Весен Знаете Грязнуля Это Значит Что В душе Он Очень Чистый Это Совсем Как В анекдоте Про Зайчика Да Я Много Раз Рассказывал Что Лягушка Зайчиком Встретилась И Она Говорит Чего Такая Вонючая Зайчик Лягушки И Лягушка Говорит Я Не Вонючая Я Просто Болею Я На самом Деле Мягкая Пушистая Знаете Я То же Самое Сказал О вашей Семье Сейчас Потому Что Вы Знаете Какой Должна Быть Ваша Семья Именно Такой Она И Есть На Духовном Плане Спасибо Большое Хорошо Она Такая Есть На Духовном Плане У вас Такая Семья Понимаете Но Чтобы Она Такой Стала Внешне Для этого Вы К своей Вере Должны Прийти Потому Что Ваша Мечта Внутри Указывает На То Что Есть Это Истина Уже Существует Она Просто Существует Сейчас На Том Непроявленном Плане Который В вас Тоже Живет Это Не Выдумка Это Не Фантасмагория Ваше Чувство Какой Должна Быть Семья Является Именно Тем Какой Она Есть Просто На Том Плане Который Вы Еще До Которого Вы Не Дошли Или Допустим Вы Смотрите На Своего Близкого Человека И Думаете Я Хотела Бы Чтоб Ты Был Мудрым Это Значит Что Он Внутри Мудрый Сто Процентов Потому Что Человек Не Может От Другого Человека Хотеть Того Эти вещи Которым Мы Идем Которым Мы Стремимся Но Они Уже Существуют В природе Это Надо Знать Если Мы Этого Не Знаем Мы Тогда Никогда Не Получим Этого Результата Как Гадкий Утенок Мультфильм Он Всегда Был Лебедем Он Всегда Стремился К Лебедям Когда Он Вырос Он Понял Что Он Лебедь Это Не Мультфильм Это Аллегория В древней Культуре Всегда На Этих Аллегориях Строилось Понимание Вещей Мы Все С Вами Гадкие Утенки Но Когда Мы Вырестим Мы Все Станем Лебедями Потому Что Человек Стремится Именно К тому Что У него Уже Есть Ничего Нового Удушание Приобретает Она Просто Получает Все Свое Старое Если Вы Хотите Вот Этого В жизни В своем Характере Значит Что У вас Уже Есть Это То Из Чего Вы Сотканы Понимаете Внутри В глубине В своей И Почему Так Много Другого Того Что Не Надо А Потому Что Чтобы Это Получить Нужно Именно Над Этим Противоположным И Работать А Если Тебе Говорят Что Ты Слишком Гордый А Ты Себя Не Чувствуешь Гордый Есть Три Стадии Победы Над Собой Первая Стадия Мне Говорят Что Я Гордый Но Я Не Чувствую Вторая Стадия Мне Говорят Что Я Гордый И Я Чувствую Есть Третья Стадия Я Уже Не Гордый Очень Много Чего Плачу Ну Как бы Нет Такого Качества Души Внутри Плакать Есть Качество Быть Веселой Поэтому Вы Веселая Скорее Всего Но Пока Этого Не Поняли Пока Ну Потому Что Наверное Вы В этот Момент Забываете Что Веселая Начинаете Плакать Я Сказал Правду Поэтому Все Смеются Это Факт Ну Ладно Давайте Сейчас Не Будем Двигаться Дальше Итак Знаки Судьбы Характер Срождения Это Знак Указывающий На Объем Работы И Конечный Результат Запомнили Объем Работы Какой Это Моя Гневливость Допустим Я Гневливый Человек Значит Внутри Я Какой Очень Смиренный И К этому Надо Идти Просто Но Это Не Значит Что Не Надо Делать Такой Отстаньте Все От Меня Я Смиренный Внутри Нет Я Не Про Это Говорю Я Говорю О том Что Должно Быть Что Мы Говорим О Будущем Что Человек Очень Гневливый В Конечном Счете Становится Очень Смиренным Конечно Страдает Поэтому Он И Гневливый Что Ему Надо Пострадать Дальше Следующие Знаки Судьбы Астрологические Периоды Жизни Как Относиться К Астрологии Мои хорошие Давайте Так Будем Относиться К Астрологии Есть Такие Люди Которые Которых Называются Астрологами Знаете Что Эти Люди Они Немножко Ошибаются Чуть Ошибаются В своей Возможности Понять Вашу Судьбу Потому Что Настоящий Астролог Это Тот Кто Уже Достиг Святости Понимаете Мы С вами Говорили Какой Уровень Развития Личности Что Человек На каком Этапе Видит Время Помните Мы Говорили На каком Этапе Этот Человек Уже Вообще Он Просто Уже Вообще Очень Развит Но Хочется Видеть Время Раньше И Поэтому Люди Становятся Астрологами Чему Мы Можем Доверять В Астрологии Первое Что Вы Должны Знать Что Астрология Это Прерогатива Мудрецов Тех Людей Которые Достигли Совершенства В жизни Они Могут Видеть Вашу Судьбу И Сказать Вам О ней Остальные Все Только Догадываются Одни Догадывают Чуть Больше Другие Чуть Меньше Знайте Что Есть Вещи Которые Можно Точно Доверять У Астрологов Потому Что Это Не то Что Астрологи Придумали А то Что Является Очевидным В карте Ну Допустим Есть Большие Периоды Жизни Они Длятся По 10 15 20 Лет Эти Периоды В соответствии С вашими Планетами Имеют Какие-то Характеристики Допустим Период Сатурна Означает Что Придется Много Трудиться Что Через Труд Ты получишь Как бы Награды В жизни Через Тяжелый Труд Понимаете Этот период Длится 20 лет Представляете Там Другой Период Солнца Там Длится Покороче Но это Означает Что Ты будешь Гневливым Гордым Амбициозным Но Также Научишься Смирению В этот Период Понимаете То есть Вот это Когда вы Допустим Делаете Гороскоп Астролога Ведического Вы узнаете Эти периоды В жизни На каком Периоде Вы сейчас Живете Какие Сейчас Задачи На этом Периоде Сколько Он будет Длиться Когда Закончится Там И так Далее Я изучал Эти темы Я Как бы Научился Определять У себя По крайней Мере До Часа Когда Меняется Период В жизни То есть Я Прослеживаю Это Жик-жик Вот идет Один И по этому Часу Потом Можно Определить Точную Там До секунды Время Рождения И так Далее Ну то есть Ход Времени Можно Почувствовать Это Очевидно В другой Период Жизни В следующий Все Меняется В жизни Меняется Ощущение Себя Вот Допустим Вот смотрите Проследите Свою Жизнь Вспомните Что Вы были Ведь Не всегда Такими Как Сейчас Было Время Когда Вы По-другому Жили Совсем Другой Жизнью А до Этого Жили Еще Другой Жизнью Вот Это И Есть Большие Периоды В жизни Понимаете Все Меняется В жизни Человек Как будто Другой Жизни Начинает Жить Вот Я еще раз Повторяю Что Верить Нужно Только Самым Коренным Основным Вещам О вашей Судьбе Все Остальное Это Их Фантазии Потому Что Человек Не Может Глубоко Видеть Судьбу Другого Пока Он Не Стал Безгрешным Но Попытайтесь Это Пожалуйста Понять Я Не Против Астрологов Понимаете Есть Люди Которые Более Внимательные Менее Внимательные Они Могут Что-то Почувствовать Или Сказать По Карте Лучше Но В целом Тенденция Такова Что Видеть Ход Времени Может Только Риши То Риши Это Слово Специально В Ведической Культуре Означает Это Вид Мудрецов Понимаете Есть Разные Виды Мудрецов Есть Допустим Риши Означает Ясновидящий В буквальном смысле Слово Это Человек Который Видит Ход Времени Понимаете Это Очень Высокий Уровень Развития Личности Это Просто Беспрецедентно Высокий Именно Для таких Людей Дана Астрология Но Это Не Значит Человек Который Изучает Астрологию Женщины Совместимость На что Она Говорит О том Насколько Много Энергии Счастья Само По себе Будет В отношениях Но Если У вас Низкая Совместимость А вы Занимаетесь Духовной Практикой У вас Тоже Будет Много Счастья В отношениях Но Вам Придется Достигнуть Это Трудом А Если Совместимость Хорошая То Трудиться Не Надо Уже Само По себе Это Дано В жизни Теперь Сразу Возникает Вопрос Если Я Подошел К Астрологу Мне Сказал Совместимость Я Нашел Себе Хорошую Совместимость Бац У меня Хорошая Семья Все Благодаря Астрологу Бред Сивой Кобылы Первое Что вы Должны Знать Хорошая Совместимость Не Означает Что Все Будет Хорошо Означает Что Все Может Быть Хорошо Потому Что Всего Лишь Один Аспект Судьбы А Означает Что Все Может Быть Плохо Понимаете О чем Я Говорю Сейчас Или Нет Что Это Неполная Правда В Этом Гороскопе Нет Полной Правды Я Приведу Вам Один Пример Этой Реальной Истории Жизни Один Мужчина Скрыл От Своей Жены Очень Мудрый Человек Скрыл Дату Рождения Сказал Ей Другую Он Ее Сильно Любил Они Прожили Всю Жизнь И Потом Мужчина Сказала Смотри У нас Очень Хорошая Совместимость Поэтому Мы Прекрасно Прожили Нашу Жизнь Да У нас Были Трудности Лишения И Испытания Но Мы Все Прошли И Мы Счастливы Друг С Другом И Тогда Он Открыл Правду Он Ей Сказал Настоящая Дата Моя Рождение Такая У нас Полная Несовместимость И Мы Не Должны Были Быть Вместе Но Я Хотел Доказать Своей Судьбе И Своей Жизни Что Мы Можем Быть Счастливыми И Я Доказал Это Своей Судьбе Услышали Или Нет Это Сам Факт Что Прежде Чем Создать Семью Для Родить Ребенка Надо Ставить Создать Какой Лучший Кирилл Это Самая Большая Ошибка Будет В вашей Жизни Если Чтобы Родить Ребенка Вы Посоветуйте С ним В какой Период Потому Что В год Вы Найдете Всего Один Раз Возможность Зачать Вы Потеряете Сначала Пять Лет Жизни А Потом Поймете Что Зачачать Пытаться Чаще Иначе Вы Вообще Тогда Ребенка Не Будете Иметь Своей Жизни Услышьте Меня Да Это Есть Все Конечно Конечно В этом Смысл Жизни Человеческая Зачем Тогда Жить Если Это Не так Неужели Мы Должны Как Роботы Здесь Жить Просто Потому Что Все Предопределено Так Лучше Повеситься Просто Зачем Нужна Такая Жизнь А вот В этом Заключается Мудрость Посоветуйтесь Есть Один Знакомый Человек Он Посоветовался С четырьмя Самыми Выдающимися Астрологами В Индии В Индии И все Они Сказали Разные Вещи Про Его Жизнь Но Что-то Было Одинаково И Он Это Принял То Что Было Одинаково Он Это Принял Это Называется Мудрость И Он Сам Это Чувствовал Про Себя Что Так Оно Есть Я Не Против Астрологии Я Просто Все Пытаюсь Поставить На Свои Места Пытайтесь Это Понять Первое Что вы Должны Понять В Сегодняшней Лекции Не Ходите К бабкам Гадалкам Не Ходите К тем Людям Которые Шук Тебя Там Тебя Понимаете Есть Три Вида Веры Послушайте Меня Сейчас Внимательно Три Вида Веры Первый Вид Веры В этом Мире Есть Несправедливость Это Значит Можно Там Насшептать Насказать Что-то И все И капец Моя Жизнь Вся Под откос Бред Полный Бред Такого Нет Понимаете В этом Мире Нет Такого Чуда Если Тебе Не Положено Страдать Ты Не Будешь Страдать Положено Хоть Шептал Человек Хоть Не Шептал Ну Пошептал Это Запустило Механизм Твоих Страданий Ну И Бог С Нем Нет Проблем Какая Разница Что Запустило Механизм Моих Страданий Это Не Проблема Проблема Что Мы В Это Начинаем Верить Что Если Кто Шепчет То Тогда Будут Страдания Это Называется Суеверие Верить Что Значит Суеверие Это Значит Что Верить Во Второстепенные Вещи Которые Никакой Основной Силы В жизни Не Имеют Допустим Если Человек Плохо Думает О Меня На Меня Это Влияет Или Нет Вот На Работе Я хожу Он Мне Плохо Думает Влияет До Тех Пор Пока Я О Нем Не Начну Думать Хорошо Если Я Его Прощаю Как Он Может Повредить Мне Плохо Думай Обо Мне Это Невозможно Так Первое Что Нужно Понять Суеверие Это Дорога В Ад Те Люди Которые Поверили Что Можно Их Проклясть Они Все Идут В Ад Они Все Идут В ад Потому Что Они Поверили В Глупость Вера В Глупость Самое Страшное Что Может Быть В Этой Жизни В Этом Мире Нет Ничего Сильнее Бога И Нет Ничего Сильнее Нашей Веры В Него Нет Ничего Сильнее Наших Поступков Человек Не Может Быть Проклятым Если Он Ничего Плохого Не Делал Даже Если Вас Нечестно То Это Значит Что Вы Эту Тюрьму Заслужили В Прошлой Жизни Просто И Сейчас Судьба Догнала Это Все Расскажу Вам Историю Про Одного Свою Однокомого Удивительная История Показывающая Как Побеждает Судьбу Человек Это Было Очень Давно Мы Только Начинали Заниматься Духовной Практикой Изучать Все Это Был Мой Друг Он Сейчас Мой Друг Он Заботился Оо мне Помогал Мне Во всем И В том Числе Ездил На Машине Водил Машину И В какой-то момент Я увидел Что Почувствовал Что у него Может в жизни Произойти Ужасная Вещь Что он Может Кого-то Сбить Потому что Он Был Очень Невнимательный Во время Вождения Я Почувствовал Я реально Это почувствовал Он сказал Все Тебе нельзя Больше Никогда Водить Машину Ты не Должен Водить Машину Он Согласился Со мной Перестал Водить Машину Потом Мы с ним Поссорились Он ушел От меня Начал Опять Водить Машину Сбил Ребенка Насмерть Вот Его Родители Откупили Его От тюрьмы Вот Ну там Замяли Это дело Хотя Он Сбил Не специально Ребенок Сам Выбежал На дорогу Он Его Нереально Просто Заметить Ну то есть Он просто Под колеса Там За мечом За каким-то Побежал Что-то И просто Убил Его Нечаянно Его ребенка Но тем не менее Его осудили На 4 года Тюрьмы И Родители Его Откупили И потом Он начал Заниматься Духовной Практикой Все Это Забылось Вроде бы И потом Интересно Смотрите Поворот Жизни Смотрите Как все Происходит Он Чтобы поехать В святое место Приехал В родной Город Для того Чтобы Сделать Визу Там Ну не Визу А загранпаспорт Загранпаспорт И он Пошел В магазин За хлебом И его Поймали Милиционер Поймал Потому что Он был похож На преступника Внешне Посмотрели Фотографию Опа Вот он Идет Красавчик Раз его А в это Время Того Судью Ну как бы Того Судью Который Который Ну за взятки Не сажал Людей В тюрьму Его Разоблачили Посадили Самого Все эти Дела Вскрыли Подняли И он В условном Розыске Оказался Этот молодой Человек И его Смотрит По этому По компьютеру Смотрит О Не преступник Но наш Человек И даже не дали ему дойти до магазина Его взяли Короче Увезли Вот И посадили в тюрьму Ему дали Четыре года Как и положено Вот Слушайте дальше Он В этой тюрьме Начал заниматься Духовной практикой Первое что произошло Он начал помогать Всем Кто Сидел И терпеть Все Ну как бы Терпеливо относиться Ко всем унижениям Первое что произошло Его начали там Уважать Вот Та элита Как бы Ну Которая в тюрьме Есть там Свои законы Она начала Его выделила И начала Его защищать Она говорит Не трогайте Пусть молятся То есть Они видели Что искренний человек Начали его защищать Потом Дальше Они все Попросили его Читать лекции По отношениям Потому что Он со мной ездил Он помогал мне читать Он начал читать лекции Там в тюрьме Вот Потом дальше Ему Сделали амнистию Располовинили срок Вот На два года Осталось ему два года сидеть И потом Через несколько месяцев Его перевели В медсанчасть Он начал Уже не сидеть Как все в тюрьме А начал Просто заботиться О них Лечить их Всех Этих людей Вот И потом Ему еще раз Располовинили срок И Через восемь месяцев Он вышел Из тюрьмы Именно в это время Я уехал на восемь месяцев Святые места Там изучал Священное Писание И потом Через восемь месяцев У меня не было помощника Чтобы читать лекции Ехать дальше Именно в это время Его выпустили И он Как мы встретились В первом же городе Где он Должен был Помогать Он вместо Поездки В святые места Он поехал Посидел в тюрьме В тюрьме Проботал Свою карму Приехал оттуда И подождался Пошел мне помогать Вместо четырех лет Он отсидел Там шесть месяцев Семь И то Всего Вот по-настоящему Только два месяца В настоящей тюрьме Все остальное Уже по плашке Там Льготы И все остальное Услышали меня Или нет С вами нельзя ссориться Со мной Нет Надо ссориться Обязательно Понимаете Есть люди Которые мне говорят Правду в глаза Что ты такой-то сикой Ты себя что-то корчишь Хотя на самом деле Есть столько-то недостатков Это очень полезно Вот для меня Это очень полезно Те, кто слушает Мои лекции Это страшная вещь То есть Если они услышат Такие слова Они могут потерять вкус И это может повлиять Очень сильно На их развитие Те люди Которые мне это сказали Если они сказали С любовью Это старшие для меня Я должен Считать их старшими И должен принимать От них наставления Если они сказали Из злобы Из зависти То они тоже сказали Мне хорошие вещи Они мне помогли Я все равно должен Это воспринимать Как очень неоценимый дар Когда люди тебе говорят Замечания делают Но при этом Их участь в жизни Незавидная Незавидная Они очень сильно Пострадают Эти люди Это страшно Такими вещами Заниматься Можно Человек Воспитывать Только из любви Особенно Если человек Занимается тем Что он помогает Другим людям Только из любви Можно воспитывать Не из злобы Из злобы Это страшно Хотя полезно Для того Кто Всегда очень полезно Когда тебе говорят Правду Конечно Это и есть Самое настоящее Есть два типа судьбы Она говорит Изменения в судьбе Это судьба Или не судьба Есть два типа судьбы Мои хорошие Я хочу вам сказать Главную новость Есть два типа судьбы Та судьба Которая отпечатывается Смотрите Душа Соединяется Сперматозоид Соединяется С яйцеклеткой В этот момент В том На тонком теле Душа находится На тонком теле В тонком теле Живет Она в этот момент Соединяется С грубым миром И в этот момент Уже определяется Орбита жизни Этой души Качество характера Который она будет иметь Количество благ Который она получит Количество наказаний Который получит Количество страданий Который получит И так далее Все определено И это всё нарисовано на карте жизни. Есть только две проблемы. Сможет ли разгадать это островок? Первая проблема — это тоже милость. Если вы найдёте такого человека от Бога, это милость идёт. И вторая проблема — сможет ли он понять, в какой момент душа родилась? Понимаете, это тоже большая проблема. Итак, слушайте дальше. Вот это на самом деле не ваша судьба. Это является подобие нашей судьбы. Это всего лишь внешнее проявление нашей судьбы. Потому что у каждого человека есть вторая судьба, которая не проявлена в этом мире ни через карту, ни через чё. Эта вторая судьба называется миссия. Когда человек понимает, что ему в жизни нужно делать для других, какую пользу он может приносить другим людям, это значит, что началась его вторая судьба, когда он это осознал. И это значит, что он по-настоящему будет счастливым в этом мире и будет делать то, что надо. И эта судьба — служить другим. Или миссия человека является его главной судьбой. Потому что она не закончится за эту жизнь. Она будет продолжаться дальше, дальше, дальше. И эта же миссия была и в прошлой жизни. Понимаете, человек никогда не расстаётся со своей возможностью служить Богу. И потому что, когда душа рождается в человеческом теле, Бог уже заранее надеется, что этот человек будет делать то, ради чего он рождён на самом деле. А миссия человека всегда бескорыстна природой. Поэтому главная судьба человека связана с его миссией перед Богом. И эта судьба, она является сильной. Это сильная позиция в жизни. Она разрушает все препятствия, уничтожает все трудности. Такой человек становится просто неподвластным тому, что происходит в этом мире. Понимаете? Он может выйти сухим из воды. То есть он может победить всё, что непобедимо. Но встать на этот путь очень сложно. Потому что мешает другая судьба, которая у нас есть. Понимаете? Вот эта вот судьба, быть скользким и вонючим, мешает нам быть мягким и пушистым. И мягким и пушистым становится тот, кто обретает знания, как жить правильно и делает свой выбор. Свободу выбора в сторону правильной жизни посылает. Ладно, не отвлекайте, пожалуйста, меня, потому что время мало, а ещё много важных вещей, которые я тоже хотел бы вам сказать. И следующая тема после астрологических периодов жизни и гороскопа, который есть. В гороскопе всё правда. И всё правда в гороскопе? В гороскопе всё правда, если он правильно составлен и трактуется тем человеком, который эту правду может понять. В гороскопе всё правда. Какая там правда? Там написано то, какие трудности в нашей жизни и какие благоприятности должны быть. Всё. Точка. Всё остальное, когда мы начинаем жить, это значит, что всё это меняется в какую-то сторону. Есть три типа жизни. Первый тип называется невежественная жизнь. Всё меняется в худшую сторону. Человек, когда живёт невежественной жизнью, он имеет вредные привычки, бросает, ведёт себя гнусно по отношению к людьми, людям, зарабатывает деньги ужасными способами, разрушая счастье других и так далее. Невежественная жизнь судьбу под откос пускает. Тебе там что-то нарисовано хорошее? До свидания. Страстная жизнь. Второй тип жизни. Вот как написано, так и будет. Означает, что человек живёт просто вот этой судьбой. Он живёт своими желаниями. Ему нужны деньги, он зарабатывает деньги. Ему нужна жена, он ищет там жену. Нужны дети, хочет детей. И так далее. Человек живёт только этим, он никак не развивается. Означает, что судьба будет действовать в полную силу именно так, как там нарисовано. Если кто-то это сможет прочитать, это тоже милость Бога, чтобы вы знали всю правду. Это непросто. И третий тип судьбы называется благостная жизнь. Когда человек начинает жить благостной жизнью, как солнце восходит на рассвете и рассеивает тьму, и остаётся только тени тьмы. Точно так же благостный человек, он становится удачливым в жизни, потому что все трудности он преодолевает. И есть ещё один стих, где там говорится, кто идёт этим путём благостной жизни и жизни изучения и служения Богу, у него, у этого человека цель, его понимание жизни становится всё яснее и яснее. Это первое. Второе. Такой человек обретает очень сильный разум и понимание своей жизни. Два. И третье. И я по этому пути, он всё больше и больше избавляется от самых больших опасностей в жизни. То, что другие люди именно воткнутся во вту, он это всё отходит, обходит эти преграды. Понимаете? То есть этот человек реально способен победить свою жизнь. Понимаете? Вот на этом пути. Теперь дальше. Что такое предвидение? Предвидение — это отношение вот с этой штучкой, которая находится в сердце. Есть определённые приёмы, способы предвидения. Но если Бог, который живёт в сердце, не увидел в вас честность по отношению к себе, то есть совестливость, тогда все эти вещи, которые я вам сейчас скажу, не имеют никакого смысла. Это всё бесполезно просто будет. Потому что первое, что человек должен в жизни своей сделать, он должен учиться жить честно. Если человек не хочет жить честно, не признаёт себя в чём-то, он не сможет это событие разгадать. Вот смотрите, допустим, приведу пример. Вот допустим, вы бросили мужа, ну или бросили жену. Но себе в этом не признаётесь. Говорите, я его не бросала, мы разошлись. Знакомая ситуация? Нам очень трудно признаться в тех ошибках, которые мы совершили. Очень трудно. Нет, у нас просто так получилось, что просто разошлись. Так вот, знайте, что если вы не скажете себе, что вы его бросили, это значит, что вы не сможете увидеть последствия этого события. Невежество покроет эту часть вашей жизни. Понятно, да, о чём я говорю? Если я что-то не так сделал, я должен себе в этом признаться. Если я признаюсь, значит, открывается возможность увидеть будущее, увидеть последствия, связанные с этими событиями. Это очень важный момент, мои хорошие, очень важный. Например, сделала аборт. Какие последствия? Возможность заболеть раком. Знаете. О том, что вот такая последствия может быть. Но если я говорю, да я не виноват, это там он виноват, или ещё кто-то виноват. Нет, я виноват. Я виноват, я раскаиваюсь. Простите меня, что я так совершил. Да нет, я не виноват. У меня денег не было, чтобы ребёнка это. У нас жить негде было. И всё прочее. Не виноват. Ну тогда, значит, ты не заметишь. Вот времени. Нет, я виноват. Если ты виноват, может, ничего плохого вообще не произойдёт. Никакого рака не будет. Понимаете? Потому что судьбу же можно сжечь. То есть совершила аборт, раскаялась, всё, больше не хочу совершать. Какие три признаки? Три признака победы над судьбой. Первый признак. На сердце лёгкость. Я не буду больше этого никогда в жизни делать. Второй признак. Первый признак какой? Раскаялась. Отпустила. Потому что, смотри, допустим, я сделал аборт. Да, у меня на сердце лёгкость. Нормально. Это первый признак того, что человек идёт под откос. Потому что, знаете, как действует судьба? Она затуманивает мозги. Это первое, что она делает. Допустим, мужа бросила. Первое, что произойдёт? У тебя затуманятся мозги. И ты будешь думать, что всё нормально. Ничего плохого вообще не произошло. Это первый признак того, что ты идёшь под откос в этом событии. Услышали меня или нет? Потому что, когда человек почувствовал, что что-то ненормально происходит, это значит, что он уже отрабатывает свою судьбу. Это первый признак. Знание возвращается назад. Аборт — это плохо. Я убил ребёнка внутри себя. Не хочу больше этого делать. Всё. И бац, первый этап развития событий. Хороший — боль в сердце. А-а-а, зачем я это сделала? Это очень плохо. Возвращается память. Совесть начинает работать по отношению к этому событию. Предсказание пошло уже. Вы сконтактируете со сверхдушой, с той силой, которая вам даёт знание. А боль, которую вы испытываете, это объём работы, которую надо совершить. Потом дальше вы раскаиваетесь. Следующий этап. И потом следующий этап какой? Лёгкость сердца. Всё. Это значит, всё. Ничего плохого не будет, никакого рака не будет, ничего плохого не будет. Будет всё хорошо в вашей жизни. Но признак полной победы — три признака. Первый признак — лёгкость сердца, всё хорошо, теперь всё успокоилось, боли нет. Второй признак — я никогда больше этого делать не буду. Это второй признак. И третий признак — это внутренняя память о том, что этого делать не надо. Человек помнит, помнит. Он следит за собой, он не хочет попадать в эту же ситуацию. Память, понимаете? Признак памяти такой есть. Память священная. О чём человек помнит, то никогда туда не попадёт. Память, если есть. Память — это контакт с объектом. Допустим, память о человеке. Если человек тело оставил, ушёл из жизни, что такое память? Это значит, что я его нашёл. Если я помню о нём, значит, я с ним контактирую. Вот что такое память. Если я помню, что этого делать не надо, это значит, я контактирую со знанием, контактирую с Богом в аспекте знания, со своей совестью. Потому что есть сверхдуша у человека, она даёт знание человеку, и забвение. Да, человек хочет забыть о чём-то, он совершает грех, хочет забыть, сверхдуша даёт ему забвение, говорит, «Ты ничего плохого не совершал, всё нормально. Живи дальше, как живёшь, ничего плохого не было, всё у тебя хорошо». Бог даёт забвение. Но это не значит, что последствий не будет. Как раз это первое последствие, которое должно быть, оно уже произошло. Итак, предвидение начинается с того, что человек признаёт, что есть совесть, мои хорошие. Если ты совесть признаёшь, что есть совесть, и хочешь с ней считаться, ты первый шаг к своему предвидению, своей судьбы сделал уже. Предвидение означает идти к бабке-гадалке, которая там тебе будет плеть, плести на тебе. Знаете, когда человек попал в состояние страха, вот смотрите, вы к бабке-гадалке пришли, да, заплатили нужную сумму денег, всё как положено, выполнили все условия. И бабка-гадалка вам рассказывает про вашу жизнь. Какой должен быть результат того, что она сказала правду? Как вы думаете? А? Нет. Нет. Если она сказала правду, в вашем сердце будет ясность, лёгкость и радость. Это значит, что вы узнали будущее. Это признак благочестия, признак подарка. Бог вам дал подарок, вы узнали будущее. У вас сомнения все рассеялись. Как вот женщина узнала будущее, она сказала, о, супер, мне это нравится. Потому что она узнала будущее, это факт. У неё в сердце появилась лёгкость, радость и чувство, что всё будет хорошо. Это признак победы. Теперь, если вы пришли к гадалке, она вам что-то рассказала, вы уходите от неё, и у вас появился страх, неприятное чувство какому-то человеку. У вас пропали силы внутри, и вы потеряли надежду и веру. Это значит, что этот человек вас сбил с толку. Он вас вселил то, за что он будет наказан. Понимаете? Этот человек совершил большой грех. То есть он использовал энергию предсказания. У такого человека, несомненно, у этих бабок-гадалков есть дар предвидения какой-то, который они используют неправильно. Что они делают? Они вам приводят факты какие-то, указывающие на то, что они понимают вашу жизнь, ход времени, и потом они вас привязывают к двум вещам. Первое, они привязывают к себе, я тебе помогу, ко мне ходи. И второе, они привязывают к страху, чтобы вы к ним ходили. То есть, другими словами, они сажают вас на деньги. Это не гадалка, это шарлатанка. А кто такая гадалка, по-вашему мнению? Ну, расскажите. Шарлатанка. Вот именно, что 99% это просто шарлатаны. Эти люди просто обманывают. Это факт. Зачем туда ходить? Я же вам уже рассказал, что видеть судьбу могут только мудрецы. Но зачем ходить тем людям, которые заранее будут вас обманывать? Я вам сейчас расскажу, как видеть свою судьбу. Давайте узнаем это. Это очень просто. Все очень просто. Слушайте меня внимательно. Сейчас сосредоточьтесь. Вы устали уже, я понимаю, сколько у нас до конца лекций осталось. Еще полчаса. Устали, нет? Нет. Может, у вас спит что-нибудь? Ну, что сказать? Ну, что сказать? Устроены так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Еще одна песня мне нравится у Аллы Погачевой. Ну, первая часть куплета нравится, вторая не очень. очень мне понравилась. Жизнь невозможно повернуть назад, и время не на миг не остановишь. Это прям чисто извет. А вторую я не буду петь, потому что она уже не извет. не на миг Ну, ладно. Ну, ладно. Вам немножко веселье тоже нужно. Перед тем, как говорить об очень интересных, важных вещах. Это не является... Понимаете, к этим вещам люди, у них два типа отношений. Первый тип отношения, люди в это сильно верят и заканчиваются психушки свое существование, там, домики неизвестного архитектора. А второй тип отношения просто брезгливое отношение и пренебрежительное. Оба этих типа людей просто не знают, как относиться к тем вещам, которые связаны с судьбой. А знать об этом надо. Рассказываю. доступ к своей судьбе может получить только один тип людей, которые способны с помощью молитвы или отношений со святостью сделать хотя бы на секунду в своей жизни спокойствие по поводу того события, которое будет происходить. Или, по крайней мере, непревзятость, непривязанность к нему. Другими словами, нужно хотя бы просто успокоиться, по-русски сказать. Понимаете, если вы хотите узнать правду. Ой, я не знаю, какую квартиру мне покупать. То ли эту, то ли ту. То ли эту, то ли ту. Все, правды не узнать невозможно. Нужно успокоиться. И первое, что вам должен сказать человек, который даст вам возможность увидеть правду, он скажет, должен вам сказать никакую. Если вы ему поверите, вы успокоитесь сразу. Допустим, вы говорите «Олег Геннадьевич, мне за кого выйти замуж? За этого или за того? За этого за того? Я люблю двоих!» И Олег Геннадьевич вам говорит «Не за кого?» И вы ему сильно верите. Вы успокаиваете все это. Наваждение, вот это вот желание успокаивается. Не за кого, правда. Жалко. Но сердце стало спокойно. В общем, неважно. Важно то, что первая стадия предвидения это непривязанность к отсутствию мнительности, другими словами. Непривязанность к ситуации. Я здесь вчера ехал в аэропорт. Ехал не из святого места, в Дилийский аэропорт. И как всегда, по дороге, сейчас рассказываю про свою жизнь, некоторые думают, хвалятся, а я просто хочу, чтобы вы поняли все. По дороге в аэропорт я в молитве успокоился. И как все нормальные люди, которые садятся на самолет, должны понять, хотя бы чуть-чуть, взорвется он по дороге или нет. Это актуальный момент, который как бы надо очень серьезно относиться к этим вопросам. Почему? Потому что, смотрите, вот тот вот самолет, который полетел из Египта и на взлете взорвался, знаете, что как раз вот там и не было одного человека, который победил свою судьбу. Я изучал эту тему и узнал, что один пилот, который должен был лететь на этом самолете, он на нем не полетел и остался в живых. Как это произошло, я вам сейчас расскажу. Примерно за 2 или 3 недели до этого события ему позвонил отец и сказал, что я, ну, как бы, видел такой сон, который меня очень сильно потрес. Я видел, что ты взорвешься, как бы, если ты будешь продолжать работать в этой компании, в которой ты работаешь, ты взорвешься в воздухе и погибнешь. И его сын, он поверил своему отцу и уволился из этой компании, хотя это было очень для него престижно и выгодно там работать. Это он сделал, скрипя зубами просто, понимаете, вот это был очень такой выбор странный и непредсказуемый. Но он уволился из этой компании и пошел в другую. И через 3 недели все его друзья и, как бы, вот все, с кем он летал, они погибли на этом самолете. Бывают случаи, когда человек просто из аэропорта уходит и не садится на самолет. Я знаю такого человека, который спас свою жизнь именно таким образом. Он не сел на самолет, на котором должен был лететь. Этот самолет разбился. Понимаете? Это не значит, что он стал выше судьбы. Судьбы — это значит, что он правильно использовал свою свободу выбора. Слушайте немножко сейчас об этом. Я вам расскажу. Итак, я ехал в машине и начал думать. Как я начал? Я настроился на святость, то есть начал думать о святом. Не для того, чтобы эксплуатировать его энергию, святости. Я эти мысли таким образом направил. Скажал, я хочу тебе служить. Для того, чтобы я тебе служил, я должен жить в этом теле еще пока. Ну, я так думаю, по крайней мере. И поэтому я хочу почувствовать ход времени. Я вот так настроился и начал свою молитву, почувствовал спокойствие в сердце. После этого я мысленно вытянул две руки вот так вот и начал думать о том, как летит мой самолет, на котором я лечу. Энергия пошла по левой руке. Она пошла по левой руке, я начал ее диагностировать. По левой руке значит неблагоприятно, будет что-то не то. У меня же есть еще время, я могу, по крайней мере, не сесть на него, хотя это будет скандал. В результате я не попадаю на лекцию, на эту там со многими вытекающими последствиями. Так энергия пошла по левой руке. И дальше я начал проводить анализ. Опять в молитве, спокойно. То есть не было паники, ничего, просто спокойно. Так, первое, хорошо. Неблагоприятно. С чем связано? Сейчас будем разбираться. Хорошо. То есть летим на самолете. Неблагоприятно или благоприятно. Летим на самолете. Ну, как бы тяжеловато. Хорошо, замечательно. Начинаю молиться, смотрю, энергия пошла по правой руке. Значит, самолет не будет разбит. Теперь опять вспоминаю назад. Думаю о сердце, вот в успокойстве успокаиваюсь. Хорошо. Почему неблагоприятно? Почему по левой руке? Опять спрашиваю свое сердце. Какие-то другие события, связанные с полетом. Все мне достаточно. То есть жизнь сохранена, жить буду дальше. Все этого достаточно. А дальше все было так. Я приезжаю в этот аэропорт. Встаю, чтобы зарегистрироваться. Передо мной встает какая-то команда спортивной индусов. И стоят там до потери пульса. То есть я не могу зарегистрироваться. Встаю, все уже очереди прошли. Не могу зарегистрироваться. Потом для того, чтобы просто поставить штамп в паспорте. Встаю в очередь, опять не ту. Там ставят пять человек, здесь два всего. И я стою, 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 стою. И опять не могу достояться. И так далее. Ну то есть очень большие задержки во всем. Потом самолет на час задержали. В самолете сидим, не можем взлететь. Понимаете, да? Другими словами, вот с этим была вся неблагоприятность и связана. То есть просто я испытал определенные трудности, связанные с тем, чтобы дойти до этого самолета. Я уже не знал, как до него дойти. То есть вот это все время дохождения до этого самолета у меня даже заняло два с половиной часа. Ну то есть обычно там 15 минут, и ты на самолете уже. Два с половиной часа мне понадобилось, чтобы не ввозь ездить. Понимаете, в этот день. Но это еще не все. Водитель, который меня вез на машине, он оказывается, он до Дели довез, а дальше не знал, как поехать в аэропорт. Он первый раз в аэропорт ехал. И он по дороге, там, извините, не знаю, что такое индийские дороги, он через каждые две минуты спрашивал, куда ехать. Через каждые две минуты останавливался, и мы так потихоньку ехали в аэропорт. Ну то есть вся вот эта вот поездка, она была сопряжена с тем, что мне просто трудно было попасть на этот самолет. Вот и все. Вот в этом была трудность вся. Но трудность была. Какие знаки бывают судьбы? Вот смотрите, знаки для кого? Для спокойных людей. Потому что есть два типа людей, которые не должны смотреть на эти знаки. Первый тип людей — это те, которые не чувствуют хода времени, не понимают. И тогда им смотреть на них просто бесполезно. И второй тип людей — это те, которые боятся хода времени. Это значит, что смотреть на них — это значит обрекать себя на несчастную жизнь. И что такое эти знаки? Допустим, я иду по улице, вспоминаю какое-то событие. И просто так вот я иду по улице и вижу с левой стороны ворону, которая смотрит мне в глаза. Я иду по улице, вспоминаю какое-то событие в своей жизни. Допустим, у меня болеет какой-то родственник. И в это время с левой стороны во всю глотку ворона. Причем интересно, как она каркает. Она каркает так, что в сердце становится холодно от этого звука. Это значит, что события, которые связаны с этой ситуацией, будут очень тяжелыми. Практически непреодолимыми. Услышали меня или нет? Нет, я сейчас расскажу про них. Я сейчас просто вам привожу примеры. Потом я расскажу, как у мужчины, у женщины. Расскажу все симптомы. Чем меньше вопросов будете задавать, тем больше узнаете. В каждой системе координат свои ценности. Понимаете? То есть черный цвет для всех в целом означает связь с тяжелой судьбой. Это цвет Сатурна. Это может быть собака, или это может быть черная кошка, допустим. Не важно. Важно то, что она должна произвести определенное впечатление. Допустим, я иду по улице, ничего не вспоминаю. Черная ворона картнула с левой стороны у меня. Но так как я был на лекции Олега Геннадьевича, и эту лекцию не должен был слушать, поэтому я сразу пугаюсь и думаю, блин, все, капец. А что капец, пока не знаешь? Ну, уже понятно, что капец. А капец в том заключается, что я приближаюсь к стихушке. Только в этом. Так, смотрите, кто не должен диагностировать свою судьбу? Это люди, которые боятся свою судьбу. Если, допустим, после моей лекции вы начали бояться ворон, черных кошек и черных собак, это значит, что вам этим заниматься не надо, потому что вы просто не хотите принимать разные ситуации в своей жизни. Похоже, что у нас уже лекция-то должна заканчиваться. А, ну как через 5 минут у нас? А, через 5 минут надо счастье начинать живы. Придется еще одну лекцию читать, да, на эту тему и чувствовать? Ну, ладно, смотрите, первое, что я вам хочу сказать, что есть знаки судьбы. Те знаки дает природа. Вот. Кто еще тут всегда найдет? С чего не советую делать? Если день, допустим, солнечное или лунное затмение, на это затмение смотреть не надо. Хоть и хочется. Потому что, как бы, если ты хочешь получить в лоб, пожалуйста, сходи туда. Вот знаете, как в этом анекдоте я уже рассказывал, как бы, ковбоя поймали, привязали к дереву, и ничего с ним не делают. Он такой, что-то нервничает, нервничает. Думает, ну все, что ли, или не все? Ну все, или не все? И внутренний голос спрашивает, ну все или не все? Говорит, нет, не все. И вот говорит, а когда все? Говорят, ну когда все? Он видишь того, он индейца, с большими перьями. Вот. Вижу. Позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Вот теперь все. Если хочешь посмотреть на солнечное затмение, пожалуйста, иди посмотри. Вот теперь все. Понимаете? Ну то есть, глупости делать не надо. Вот это первое правило, понимаете, в отношениях со своей судьбой. Есть вещи, которые являются неблагоприятными. Допустим, соблазнюсь или не соблазнюсь, если зайду в публичный дом. Не надо туда заходить. Понимаете, да? Есть вещи, которые неблагоприятны. Или, допустим, девушка, допустим, рассуждает. А я смогу пройти по темной улице ночью в Москве. И со мной ничего не будет. Это факт. Что может быть с вами ничего не будет. А может быть и будет. Или пойду покатаюсь на лыжах. Не с горки в Москве. А где-нибудь там в Швейцарии. Где-нибудь с таких горок, которые по 3 километра в высоту. Это что значит? Это значит, что вы чем занимаетесь там на этих горках? Вы там просто уменьшаете свое благочестие, необходимое на сохранение вашей жизни. Потому что, допустим, вам надо ездить на машинах, на самолетах летать. И там должна срабатывать система вашей защиты. Эта система защиты означает, что этот самолет не упадет, пока у вас благочестия хватает. Но вы его все истратили на этих горках. Почему этот Шумахер разбился на этой горке? У него было как бы его долг. Он занимался спортом, там добивался результатов. Это его жизнь. Он там не разбивался. Представляете? Гонял человек постоянно на машинах. Много раз переворачивался в сознании нормальном. Склеили, дальше ездили. Поехал с горки. Вообще никак не связано с его судьбой. Просто решил понаслаждаться жизнью. Но как наслаждаться? Он поехал рисковать жизнью своей. Зачем он это делает? И он ударил, он упал там, разбился. И много месяцев лежал без сознания. И все, теперь ездить уже не может. Хотя сохранилась жизнь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Есть просто конкретные глупости, которые мы делаем просто из того, что не хватает мозгов. И все. От этого делать не надо. Мы поехали. У меня были лекции. Я читал лекции на... Я, похоже, буду вам читать дальше этот семинар. Наверное, сместятся все лекции, которые мы запланировали дальше. У нас... Кстати, сейчас должны быть объявления. Потому что я не... Ну, как бы важный материал. 13-14 апреля состоится семинар. Счастье от теории практики. Проведут его Евгений Коэнов и Гульнара Дигенбаева. Знаете кто-то? Меня познакомили с этой женщиной. Она мать 136 детей. Установила 136 детей. Очень хороший человек. Приходите. Евгений Коэнов тоже очень хороший человек. 17 апреля пройдет душевный вечер с Мариной Таргаковой. Тоже необычная, очень возвышенная женщина. 18 апреля Марина Таргакова проведет семинар на тему эмоций и здоровья. Она, кстати, подтверждает свою возможность читать лекции. Я знаю ее судьбу, не буду рассказывать. Очень необычные вещи происходят в ее жизни. Она с ними справляется. Необычная личность. 23-22 апреля Владимир Слепцов проведет семинар на тему духовный поиск условий современной жизни. 28 апреля одиночество и разводы, углубленный анализ. Все тот же мошенник проведет. Значит, 28 апреля продолжение, вот сейчас вам объявляю продолжение этой темы. Которую мы сегодня, да, согласны? Да. Кто не согласен? Продолжение этой темы, да. Значит, мы меняем расписание. Все подробности на сайте Центра психологии Ирины Медведевой. Дорогие друзья, в многих городах уже есть клубы «Благость». Если вы хотите организовать такой клуб в Москве, обращайтесь на почту клуб собачка-торсунов.ру. Если хотите участвовать в таком клубе, то обращайтесь к организатору марки. Она сейчас в зале или через сайт торсунов.ру. Благотворительный фонд «Пища жизни» кормит бездомных. Занимается поддержкой здорового образа жизни. Проект «Общее дело. Здоровый образ жизни и нравственные семейные ценности. Столик фойе». Спешите делать добрые дела. Хочу вам сказать о том, о чем мы будем говорить на следующей лекции. Первое, что я хочу сказать. Вы не зря пришли нормально на этой. Я просто как бы вам предварительное знание об этом сказал. На следующей лекции мы будем с вами изучать контакт с Богом. Вот эти отношения со сверхдушой на том этапе, на котором мы сможем позаботиться о своей жизни. Понимаете? То есть я вам буду симптомы все рассказывать от того, как это надо делать. Плюс мы будем описывать вот эти все вот, ну что такое суеверие, что такое правильное отношение к факторам природы. Вот. Как можно различить своего человека в жизни от не своего. Понимаете? То есть есть признаки, как купить квартиру, которую надо купить, и как не купить ту, которую не надо купить. И так далее. То есть мы с вами поизучаем немножко вот этот вопрос интроспекции, то есть последим за собой в жизни. То есть научимся наблюдать за собой, за своей судьбой немножко со стороны будем учиться. К сожалению, предварительный этап вот этой беседы занял много времени, потому что я не мог сразу вот вам о событиях начать эти говорить. Потому что если человек пьет водку и изменяет жене, ему как бы закрывать глаза, успокаиваться и думать о своей судьбе бессмысленно, потому что ему надо просто начать жить лучше, правильнее. И тогда он будет менять свою судьбу. Понимаете? Если человек на уровне материального восприятия мира находится, ему надо начать нравственные законы изучать. Если человек совершил какой-то поступок и закрывает на это глаза, надо открыть глаза. Если человек хочет понять свою жизнь, надо сначала посмотреть на свое детство. И какое детство у тебя прошло, так в этом направлении ты дальше и будешь жить. Если ты хочешь понять свою жизнь, так же посмотри на свое окружение. Твоя жена будет олицетворять твою судьбу. Твои родители олицетворяют, твои дети также олицетворяют твою судьбу, но уже в том, что ты сделал в жизни. Мы говорили об этом с вами, потому что это актуально знать. Не обязательно там какие-то чудеса изучать. Можно просто по простым фактам жизни понять, что у тебя за судьба. Понятно, да? И так же вы должны знать, что есть вторая судьба, которая называется победой над судьбой. Именно ради нее человек живет, и это самая главная судьба. Она главнее всего. Как бы вы не воспринимали то, что я сказал, я настаиваю на этом, потому что это суть всей человеческой жизни в этом и заключается. Есть то, что выше судьбы. Иногда это называется кармой, иногда это называется не кармой. Но все священные писания говорят только об этом. Только об этом, что есть вещи выше судьбы, сильнее судьбы. И каждый разумный, образованный человек должен это знать. А сейчас мы с вами проведем небольшой тренинг. У нас смещается расписание. Все согласны, надеюсь. Никто не поднял руку против. Это будет продолжение и вопросы как раз на этой второй и следующей лекции в апреле. 22-23 апреля, 28 апреля. Я, кстати, сейчас поеду по всей России и буду, когда возвращаться, опять в Москву приеду. И в это время мы с вами будем говорить. Там будут ответы на ваши вопросы. Готовьте вопросы по вашей судьбе. Как диагностировать, как чего. У нас будет более практическое занятие. Сейчас все сели прямо. На время пожеланий счастья закрыть двери, чтобы никто не выходил. Нет, люди просто спешат домой. Это нормально. Итак. Сейчас мы будем тренироваться с вами. Если мы во время этой тренировки почувствуем сердце спокойствия. Это значит, что мы события своей судьбы нейтрализовали плохие. То есть спокойствие в сердце указывает на победу. Это важно. Именно поэтому человек совершает молитву. А вот это вот то, что мы сейчас будем делать, это как раз попытка такой как бы облегченный вариант молитвы провести. То есть когда человек повторяет «Я желаю всем счастья», то он в это время как бы на таком нравственном уровне учится делать то же самое, что и во время молитвы. Сейчас у вас будет небольшое испытание. Испытание не связано с тем, что я хочу вас промучить. А испытание связано с тем, что есть определенный заказ у нашей судьбы. Этот заказ идет от хода времени. И сейчас заказ судьбы таков, что мы должны сейчас поменять свое отношение к мусульманству. Отношение должно стать очень чистым, светлым и возвышенным. Потому что именно через эту духовную традицию сейчас испытывается наша планета. Сейчас наше отношение к мусульманам станет основой для развития событий в будущем. Если мы поймем, что люди этой веры сейчас подвержены сильному испытанию, и именно с этой верой связаны вот эти события, все в силе, убивают людей и так далее. Если мы сейчас поддержим людей этой традиции духовной, то тогда наша планета лишится многих проблем. Ну то есть, понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Что, естественно, когда наступают трудности, то самое простое — это возненавидеть тех людей, которые связаны с этим. Но это и есть как раз капкан. Мы сейчас должны поддержать мусульман, чтобы они почувствовали, что люди их понимают. Мы должны к этой вере относиться с любовью, с поддержкой, с добротой. И тогда спокойствие наступит там, где сейчас война. Понимаете? Нам нужно поддерживать этих людей. Так же, когда во время усугубления отношений с Украиной я призывал поддержать украинцев, сейчас я призываю поддержать мусульман. Хорошо? Договорились? Мы же с вами ищем здравого смысла, чистоты. Поэтому сейчас будет звучать призыв к молитве на арабском языке во время пожелания «Всем счастье» будет звучать мусульманская музыка. Их тоже не против. Правильно? А ничего, что сейчас поздно. И? 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 А? Она не серьезная? А? Ну, серьезная? Да. Я не к тому, чтобы вы сейчас мусульманкой стали. Я к тому, чтобы поддержать. Я не в этом. Если я просто приду на искусство, а у меня другая. Ну, тогда вам надо выйти из зала просто и все. Самый лучший вариант. Это нормально. Если кто-то чувствует, что ему не надо по вере, как бы, сейчас слушать мусульманскую музыку, тогда этого не надо делать. Это правильно. Как вас зовут? Лена. Лена, спасибо, что вы такая искренняя и искренняя слушаете наставления своего наставника. Пожалуйста, 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 оставайтесь такой. Всегда слушайте наставления своего старшего и никогда не перечьте им. Хорошо? Спасибо вам большое. Спасибо вам, что вы пришли на мой день. Спасибо вам, что вы видите. И они помогают ему идти вперед. Излишне демократичность здесь не помогает. Понимаете? Но я сейчас эту музыку включаю для тех, кто понимает важность того, что нужно учиться принимать другие веры и относиться к ним с терпением, с любовью. Даже это не называется с терпением, с пониманием. Понимаете? С пониманием. Я не мусульманин сам и не хочу вас сейчас к мусульманскую веру обратить. Я хочу, чтобы вы научились любить друг друга и все. Вот именно для этого я сейчас это делаю. Пытайтесь понять. Но если ваш старший духовный человек не разрешает вам слушать молитвы других вер, ну тогда нормально тоже, это не проблема же, правильно? Ну, не надо, значит, слушать. Все остальные можно, всем остальным можно слушать.